Совсем недавно Джек отметил очередной день косточки. Ему исполнилось 9 лет. Помимо разных подарков в виде игрушек, каждый год я балую Джека каким-нибудь новым вкусным тортиком. А в этом году я приготовила вкуснейший торт желе. И, конечно же, я спешу поделиться с вами рецептиком его приготовления. Тортик будет состоять из двух частей. Основы – желе и крема. Количество ингредиентов напрямую зависит от числа присутствующих на празднике хвостатых гостей. А начнем мы с приготовления желе. Для приготовления желе нам понадобится кусочек отварного мяса, я брала индейку, стакан мясного бульона, любые овощи, какие у вас есть, я брала морковку, одно отварное яйцо и пачка желатина. Берем заранее приготовленный стакан теплого мясного бульона и высыпаем туда половину пачки желатина. Это примерно 5 грамм. Пока желатин растворяется в бульоне, мы нарезаем мясо, яйцо, морковку, в общем, все ингредиенты, которые вы подготовили заранее. Мясо и яйцо я нарезаю толщиной примерно 5 миллиметров. Морковку же чуть-чуть потоньше. И так все продукты нарезаны, а желатин у меня полностью растворился в бульоне. Далее я беру формочки для приготовления. Я использовала обычные небольшие стаканчики. Именно такого размера у меня и будет наш тортик. Чтобы наш тортик получился красивым и многослойным, важно соблюдать следующую последовательность приготовления. Для начала я наливаю на дно стакана пару ложек теплого бульона. Кладу туда кусочек мяса, пластик яйца, морковку. Это будет так называемый первый слой тортика желе. Отправляю это все в холодильник примерно на час. Когда все застыло, я достаю стаканчик из холодильника и приступаю к следующему слою. Поверх первого слоя точно так же я наливаю бульон и кладу мясо, яйцо, овощи. Это будет так называемый второй слой. Снова все убираю в холодильник до получения застывшего желеобразного состояния. Конечно, можно перемешать сразу все ингредиенты. Но тогда слои не будут такими прозрачными. Наш тортик не будет красивым. Мы не сможем увидеть каждый кусочек мяса, каждый красивый пластик яичка. И снова я достаю все из холодильника и делаю третий слой. Делаю я его точно так же. Наливаю бульон и добавляю нарезанные ингредиенты. Убираю в холодильник на час или два до застывания. Процесс застывания вы должны контролировать сами. Пока так называемая основа нашего тортика застывает в холодильнике, мы приступаем к приготовлению крема. Для приготовления крема нам понадобится немного творога, сметаны, половина 10-граммовой пачки желатина. Вы спросите, для чего нам нужен желатин при приготовлении крема? Мы добавим немного полученной желеобразной массы в крем, чтобы потом он не растекался по всей тарелке. Итак, берем стакан, наливаем в него 2 столовые ложки теплой воды или молока и высыпаем туда оставшийся желатин. Один немаловажный момент. Чтобы в креме было как можно меньше крупинок, творог лучше использовать не зерненой, а однородной массы. Отставим стаканчик с желатином в сторону, пусть он настаивается, а мы будем перемешивать творог и сметанку. Ну вот, творог и сметану я перемешала, добавляю туда немного желеобразной массы и опять все хорошо перемешиваю. Убираем ненадолго в холодильник. Проверяю наше желе. Как видите, оно полностью застыло. Наш тортик практически готов. Осталось только все соединить и украсить. Достаем стаканчики с желе из холодильника. Далее их содержимое мне необходимо выложить на тарелочку. Для того, чтобы желеобразная основа тортика лучше вышла из стакана, надо предварительно нагреть его стенки. Это можно сделать несколькими способами. Я же открываю горячую воду и на несколько секунд отправляю под нее стаканчик. Хорошенько переворачиваю его, чтобы стенки нагрелись со всех сторон. Долго держать не нужно, иначе желе может растаять. Стряхиваем, чтобы желе моментально оказалось на тарелке. В итоге вот такая красивая и, надеюсь, вкусная основа у нас получилась. Достаем из холодильника творожный крем. Он немного подморозился и не будет растекаться. Украшаем тортик кремом. Слишком много крема добавлять не нужно. Пусть будут видны нижние красивые желеобразные слои. Ну и последний, самый приятный момент. Добавляем изюминку. Я брала черешенку. Вы же можете взять что угодно. Отварную брюссельскую капусту, брокколи, виноградинку, любые ягоды, зелень и даже хлебцы. Вот такая вкуснотища у нас получилась. Надеюсь, вы не поленитесь и обязательно приготовите такое угощение на день рождения своей собаки. Джек, например, с большим удовольствием уплетал его и явно остался доволен. Рецепт приготовления тортика вы найдете на страничках нашего блога. Ссылочку на материал я оставлю под этим видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Понравился ли вашему пушистому другу такой тортик? Остался ли он доволен? А мы с Джеком будем рады, если вы оцените наши старания пальчиком вверх и подпишитесь на наш канал. Всем пока!